Уважаемые коллеги! Я буквально скажу два слова, это момент организационный. Прежде всего, давайте проверим связь. Скажите, пожалуйста, вы хорошо слышите и видите? Да, отлично. Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда мы готовы начинать вебинар. В конце вебинара я дам ссылку, по которой вы сможете скачать сертификат участника вебинара. А сейчас мы переключаемся на город Омск, на Людмилу Геннадьевну Карпова. Добрый день, уважаемые коллеги! Меня слышно? Слышно, я вижу. Меня слышно. Я очень рада. Всем добрый день! Я вижу здесь такая у нас география, все регионы. Меня представили как город Омск. Я даже не знаю точно, к какому региону я отношусь больше всего, поскольку родилась и частично училась в Барнауле, училась в Томске, жила в Баку, теперь вот Омск, и поэтому очень приятно видеть всех. Вы знаете, как-то перед аудиторией 200 человек не волновалась так, как волнуюсь сегодня, поскольку немножко в новом качестве я выступаю и чувствую себя не совсем уютно, потому что приходится сидеть прежде всего. Наверное, со мной согласны учителя, которые работают с детьми маленькими, когда нам приходится целый день прыгать, бегать и вот здесь сидеть. Поэтому постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы было не скучно и чтобы было это полезно. Как уже Алексей Васильевич сказал, что я являюсь соавтором моего комилии, миллениума, переходного учебника для пятого класса и также сценаристом обучающих компьютерных программ. Уже несколько лет в этом. А вообще мой педагогический стаж уже более 25 лет. 25 лет я закончила институт, а начала работать с детьми младшего школьного возраста гораздо раньше. И вот опыт работы испробовала, наверное, все российские учебники, которые были у нас теперь и зарубежные. И работаю с детками как в обычной общеобразовательной школе, самой обычной, так и в элитном лингвистическом центре. Поэтому есть сравнивать. Здесь я работаю по миле, это у меня уже четвертый набор деток. А в лингвистическом центре это британские учебники различные. Поэтому сравниваю технологии, сравниваю подходы, делаю определенные выводы, но работа очень нравится. Интересно, думаю, люди собрались, действительно, коллеги, те, которые вот сейчас, те, которые даже ночью готовы учиться, как вы уже сказали. Итак, почему ИКТ, почему обучение различным видам лечевой деятельности? Ну, что касается ИКТ, то здесь можно говорить, наверное, на любые темы. И на эту тему я могла бы говорить бесконечно, без остановок. Постараюсь не задерживать вас очень долго, поскольку у кого-то уже глубокий вечер, поздний вечер. Вот у кого-то день. Спасибо всем, кто пожертвовал даже своим рабочим временем, пришел на этот вебинар. Итак, как бы про ИКТ. Ну, прежде всего начать хочется с того, что это наша жизнь современная, что мы не можем без этого обойтись. И приходится признавать, что детки во многих вопросах, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, гораздо продвинутее нас. То есть, чтобы настроить мобильный телефон, мы бежим к своим детям, обращаемся. И поэтому это им интересно, это они учат не по книжкам, а из жизни. И поэтому учебный процесс, образовательный процесс должен все-таки идти в ногу жизнью. Итак, тема, как уже сказали, обучение различным видам речевой деятельности. И прежде всего, что такое ИКТ. Информационно-коммуникационные технологии. В Британии это IT или ICT. И различные методы работы с информацией на электронных носителях. Мы пользуемся ими давно. И, наверное, как пользователи мы все что-то можем. А вот используем ли в учебном процессе? То есть, здесь очень разная информация поступает от учителей. Допустим, работая в начальной школе, я очень бы хотела, чтобы доска интерактивная была прямо в классе английского языка. На что мне говорят, а вы на самом деле будете ей пользоваться? Говорит, да, конечно. На что вот Юрия Николаевна, директор, мне говорит, что у нас есть несколько вот таких досок, но не все как бы ими пользуются. Не все на различных предметах. Это, конечно, определенные сложности в настройке. Это подборка материалов. Это организация урока. Кто-то считает, что это лишняя трата времени. Кто-то, многие же наоборот, используют настолько успешно. Я видела выложенные презентации по формате PowerPoint, это в программе Notebook 10, презентации, которые учителя создают к различным учебникам, в том числе к учебнику Мири. И я сама их скачивала и пользовалась на уроках. Это, конечно, радует. Но все мы знаем, насколько учителя загружены в своей работе. И когда есть готовые материалы, естественно, хотелось бы, чтобы учителя ими пользовались. Готовые материалы сейчас это как бы требование времени, это требование к любому УМК, чтобы он включал именно обучающую компьютерную программу. И сегодня я буду говорить о Millenium Millenium English. Не верьте, пожалуйста, никому, что этого учебника, что этого комплекта нет в федеральном перечне больше, потому что недавно у нас прошел семинар, я даже не знаю, какого издательства, и стали звонить учителя города и спрашивать, что на самом деле УМК «Юмиленium English» имели уже хоть так, что запрещен. Нет, на самом деле учебник прошел все тесты на соответствие в ГОС. Учебник используется учителями. И, как сказала одна девушка на семинаре, это УМК для продвинутых учителей. Я считаю, что если это учитель, то в любом случае продвинутый человек, по какому бы УМК ни работал, поэтому как бы не совсем, скажем так, согласна с данным утверждением. И если мы говорим о информационно-коммуникационных технологиях в обучении английского языка, можем сказать, что их можно использовать на любом этапе. И для разминки, для ввода нового материала, для отработки учебного материала, для контроля, для индивидуального обучения, для самостоятельной работы. Очень много возможностей, кстати, для дополнительной работы, для работы дома. Потому что как бы нам хотелось большее количество часов, два часа, допустим, мне катастрофически мало. Очень умные, замотивированные детки. И как бы я понимаю, что я могла бы вложить в них, если бы чуть-чуть было больше времени. Поэтому всегда я им рекомендую родителям на родительском собрании приобрести компьютерную программу и дома дополнительно работать. Обучающие компьютерные программы помогают создать информационную среду, формируют личность. То есть о мотивации уже не приходится говорить. И если мы хотим видеть то, другое, третье ВМК, да, мы тоже как авторы хотели бы видеть всего очень много. То, что мог бы выбрать учитель, и по возможностям бы наполнили книгу для учителя. К сожалению, ОМК сам по себе не может включать такое количество упражнений, которые хотелось бы нам. И нам, как преподавателям, всегда всего мало, согласитесь со мной. Поэтому информационная программа, компьютерная программа, обучающая компьютерная программа, дает какие-то дополнительные возможности. То, что нельзя вместить учебник. Учебник должен соответствовать сампинам по весу, по размеру и так далее. И то, что вот в данных компьютерных программах хорошо, то, что они соответствуют авторской концепции учебника. Да, конечно, мы можем найти сейчас очень много материалов в интернете. Мы можем найти готовый балкон презентации, мы можем найти отдельные какие-то материалы для тренировки. Но, согласитесь, не всегда они, допустим, включают ту лексику, которая была на уроке, есть часть каких-то незнакомых слов. Ну, то есть не всегда соответствуют полностью учебнику. Вот такая компьютерная программа учебникам соответствует и соответствует концепции учебника. И, как бы, еще раз способствует расширению возможностей ученика. Мотивация. Мотивация огромная. То есть, когда мы идем в компьютерный класс, а у меня нет доски в классе с детками, а в лингвистическом центре есть, и это уже как бы ритуал зайти в кабинет, включить компьютер, включить доску. Здесь и вариативность, и организация самоконтроля, потому что, выполняя каждое упражнение, ребенок, если работает самостоятельно, он может видеть фидбэк, здесь же незамедлительно, в виде каких-то красочных упражнений, то, что мы сегодня посмотрим. И сегодня мы как раз остановимся на обучении видом речевой деятельности, аудированию, говорению, чтению, письму. Наверняка внимательно изучали в ГОС, и в котором четко прописано то, что упор сейчас делается на компетенцию. То есть, может быть такое, часто встречается, наверное, что ученик знает огромное количество слов, знает правила, как эти слова должны сочетаться в предложении, то есть знает понятие вспомогательных глаголов и многое другое, и при этом говорить не может. При этом читает, стараясь переводить каждое слово. Поэтому в учебнике в самом, если вот сейчас говорить о миле, не о милене, и обучающих компьютерных программах такой компетентностный подход заложен. То есть, не обучая каким-то правилам, которые, я имею в виду правила, как само по себе, что present continuous употребляется тогда, то есть на русском языке, мы даем возможность детям попробовать применить это правило в действии. Итак, рассмотрим виды речевой деятельности по отдельности. Если мы говорим об аудировании, если как бы мы проранжируем обучение видом речевой деятельности, когда на семинарах я спрашиваю учителей, с чего бы вы начинали обучать, или как с чего обычно, это, естественно, аудирование, говорение, затем чтение и письмо. Оно примерно таким же образом распределены науке в УНК и, соответственно, в компьютерной программе. И вот теперь, как бы здесь, пыталось сопоставить требования стандарта и УНК. Дети должны уметь понимать речь на слух, одноклассников, учителя, то есть они должны понимать небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. Те, кто знаком с УНК Миле, наверняка отметили очень хорошее качество именно аудиозаписи. Все они сделаны носителями языка в Британии и соответствуют возрасту. То есть, если это говорит ребенок, значит, это детские голоса, мужские, женские голоса, все записаны. Поэтому, вот буквально несколько дней назад дама одна, как бы, претензию такую высказала, что, ну, недостаточно тренировки произносительных навыков в учебнике, поэтому, как бы, мы добавляем тренировку звуков и прочее. Здесь, как бы, да, конечно, каждый учитель работает по-своему, но, тем не менее, авторы придерживаются такого принципа, что не навреди. Согласитесь со мной, что мы, проживая в России, все имеем акцент. И акцент достаточно сильный. Даже вот, ну, общаясь постоянно с иностранцами у нас, я, наверное, уже никогда не избавлюсь от этого акцента, хотя специально училась, проходила курсы, все равно акцент какой-то остается. Там, проживаешь месяц, в Британии акцент уменьшается, но не исчезает. Поэтому, чем больше детки вот такого возраста, юного, слушают, тем меньше будет их акцент, тем слабее будет их акцент, а, может быть, вообще не будет, потому что acquiring language, то, что свойственно детскому возрасту, и поэтому аудиозаписи мы рекомендуем, конечно, на каждом уроке. И КТ-компонент, и обучающая компьютерная программа этому способствует. И, как бы, я покажу сегодня, каким образом. Если вы знакомы с данным ОМК, то заметили, что обучение аудированию, обучение пониманию звучащей речи на слух начинается буквально с первого юнита, с первых уроков, когда дети слушают историю, и либо должны ответить на вопрос, где происходит эта история. Обычно я им говорю, не бойтесь, вы сейчас услышите, даже не зная ни одного слова по-английски, вы поймете, где она происходит. И затем дети анализируют, что услышат такие слова, как кофе, банана и так далее. То есть они могут понять, что это либо кафе, либо столовая, либо ресторан, либо кухня. А если мы говорим, интересное задание, когда дети должны найти в учебнике соответствующую картинку, обычно они любят такое задание. Задание подобное превращается в сказку, когда дети выполняют его при помощи обучающей компьютерной программы. И сегодня я вам буду показывать некоторые моменты из обучающих компьютерных программ в виде скриншотов, то есть просто в виде статичных картинок, которые буду рассказывать, как работает. А некоторые из них, конечно, это очень маленькая часть, когда мы покажем их в действии. То есть каким образом работает картинка, как получить фидбэк. То есть вот так выглядит история в обучающей компьютерной программе. Это скриншот. И сейчас я покажу, как данная история работает. Несколько секунд не рекомендовали подождать, пока у всех загрузится. Так, надеюсь, что можно. И вот сейчас вы посмотрите, как работает данная история. То есть звучит текст. И после определенного кусочка звучащего текста дети находят соответствующую картинку. Если работают на компьютере, кликнув мышкой, если есть интерактивная доска, то это пальчиком. Можно переместить данные картинки. Вот, то есть звучит, здесь не слышно, но звучит определенный кусочек данной истории. И детки перемещают картинки. То есть это не только как бы развитие навыков аудирования, но как мы говорим, overall development или multi-sensory approach. Когда, то есть любому типу восприятия, как бы дан шанс, если это ребенок кинестетик, если он не аудиал, то ему дается возможность подвигаться. И вот теперь как бы фидбэк в том, что если история расставлена правильно, если все картинки подобраны правильно, значит история звучит целиком. То есть дается ребенку еще раз возможность. И это как бы не просто перематывание пленки, перематывание кассеты взад-вперед, когда мы просим их еще раз послушать историю, а это meaningful listening. То есть вот ты послушала один раз джамбл-тода, теперь история звучит целиком, по порядку, в нужной последовательности. То есть когда ребенок слушает несколько раз, иметь такую возможность. Далее детям дается возможность послушать слова при презентации лексики, то есть как звучат слова, то есть записанные носителями языка. И здесь, конечно, не только ученики, могу подорвать слово benefit, то есть получают возможность такую, но и посмотрите, насколько вот такое задание, это вот просто скриншот, я сейчас покажу в действии данную презентацию, когда слова, когда картинка увеличивается, когда она озвучивается, и как бы для учителя это возможность просто поберечь свой голос. Вот согласитесь, сколько картинок мы должны хранить, как учителя начальной школы, чтобы вот каждому классу выдать. Я не знаю, как вот, но у меня есть такая черта, disognize, когда у меня картинки, карточки постоянно куда-то теряются, исчезают, ищу их в различных учебниках, перебегая там из класса в класс, из одного центра в другое, то есть у меня постоянно что-то такое происходит. И то есть такую классическую историю, которую я вам всегда рассказываю, говорю, что у меня дочка тоже закончила имьяс и работает совсем с крошечными детками, трех-пяти лет. И однажды, не найдя определенную картинку, карточками она всеми моим пользуется, я звоню и говорю, Маш, ты уши не видела? Вот. И она мне отвечает по телефону, нет, там вот глаза, уши, нос, все, лежали у компьютера, или что там я потеряла, уши, да, потеряла. А уши нет, мне самой нужны, но не знаю, где взять, понимаете? Потом я начинаю понимать, что я иду по улице и веду такой разговор, как люди на меня посмотрят в такой ситуации. Когда вот презентация лексики включена в обучающую компьютерную программу или еще есть такая замечательная вещь, как интерактивные плакаты с лексикой, как вот picture dictionary, то наверняка все уши и все остальное будет на месте. Они не теряются на диске, особенно если этот диск загружен в компьютере. И сейчас я вам покажу, как это работает в действии. Презентация лексики и вот навыки аудирования на уровне прослушивания слов. Загружается презентация блога. К сожалению, техника иногда подводит, но похоже данная презентация. Ну, если даже не получится, я расскажу суть, что все картинки, если кто-то работал с New Millennial English, пятый класс, это пятый юнит, урок называется Mini Beasts, речь идет о насекомых и как бы собраны картинки насекомых. Картинка увеличивается в размере, озвучивается, затем уменьшается в размере, клика мышки на следующую картинку и так далее. Вот представьте, если у учителя на параллели четыре или пять пятых классов и у каждого вот такая тема, естественно, к концу дня учитель с голосом своим не дружит, согласитесь, да, что есть проблемы. Если же вот такие картинки, если есть интерактивная доска, то в какой-то мере мы можем заботиться о себе их любимых, да. К сожалению, презентация не загружается. Думаю, ничего страшного, суть понятна, да, то есть вот каждая картиночка по клику мыши увеличивается и при этом озвучивается. в New Millennium четвертый год обучения озвучены все картинки, в Mili озвучены частично, но планируется во второй версии тоже как бы озвучка вот именно презентации лексики я имею в виду. Далее, если аудирование, здесь, конечно, мы не можем говорить как-то, что вот данное упражнение это только вот развитие навыков говорения или аудирования или презентации лексики, иногда это в комплексе, да, с одной стороны это презентация лексики, а с другой стороны когда детки слушают их и учатся узнавать, это тоже как бы самый первый этап аудирования. И таким же образом грамматические структуры, как уже говорила я, что мы не учим правила на русском языке, что это называется там Present Continuous, что это образуется при помощи того, а вот в основном такие грамматические структуры вводятся через какой-то забавный контекст, песни, чанты, тексты, в которых структура повторяется многократно, это есть в аудиозаписи и в компьютерной программе это более интересно, то есть дети слышат, видят одновременно. Вот здесь страничка учебника, а вот таким образом немножко неудачный скриншот, но тем не менее, выглядит скриншот из обучающей компьютерной программы Simon riding a green scooter and his scooter riding fast. Здесь дети видят картинку, видят текст, при этом слышат то, что произносится и каждое слово по принципу караоке выделяется. это зрительная поддержка и при этом доносится meaning of the structure, то есть на начало фразы Simon's riding a green scooter мальчик по имени Саймон начинает движение на своем самокате. Затем Wendy's roller skating тоже самое начинается движение, при этом как бы это дополнительная зрительная поддержка, дети слышат структуру и многократно, причем слышат ее многократно. Обучающая компьютерная программа дает дополнительные возможности для развития навыков аудирования. Мы говорим о аудировании как listening for recognition of new language, когда я говорила вам о структуре и об отдельно взятых словах, и listening как comprehension, то есть развитие навыка, понимать в целом звучащие тексты, извлекать конкретную информацию и понимать в деталях. В данном случае стишок, который представлен в учебнике, выведен в компьютерной программе, как в отдельное упражнение, когда детки должны послушать I've got a rabbit, I've got a red, I've got a minipig, I've got a cat и должны выбрать соответствующую картинку, кликнув мышью на этой картинке, при этом неправильно выбранная картинка тускнеет, правильно выбранная картинка высвечивается, то есть это мы говорим об аудировании, как уже о навыке. Если, наверное, трудно представить, как можно научить говорение при помощи обучающих компьютерной программы, то есть это должны быть какие-то конкретные ситуации, это должен ученик сам говорить, естественно, да. И вот посмотрите, если мы говорим, что по стандарту дети должны уметь вести диалог на определенные, в определенных ситуациях, это диалог, расспрос, побуждение к действию и так далее, уметь рассказывать, описывать на картинке. Если мы сейчас посмотрим на ОМК, лексика, как я уже говорила, вводится через контекст и структуры через многократное повторение, рифмовка в ситуативных каких-то текстах и так далее. Причем лексика идет из текста, а не наоборот. Мы, наверное, наверняка, работая по разному ОМК, сталкивались с такой ситуацией, что сначала дается какой-то набор лексики, которая, как правило, помню, я училась по такому учебнику когда-то еще, когда дается определенная лексика, как правило, на правила чтения, три, грин, разные слова на одно и то же правило, а затем их пытаются собрать в контекст какой-то, в текст. Как правило, как говорят иностранцы, которые нас консультировали при написании ОМК, такие тексты получаются cooked, not natural, когда выдуманный, придуманный, слишком ненатуральный, когда же наоборот дается живой контекст и лексика выбирается из него, то это более приближено к реальной ситуации, то есть есть надежда, что дети когда-то в подобной ситуации сумеют свои навыки применить. И если мы говорим о говорении, говорение также начинается с лексики. Здесь сейчас слайд и скриншот из интерактивных плакатов. Вот эта вещь, кстати, такая универсальная, которую можно использовать, и использую я иногда не только работая с ОМК, а даже с британским ОМК. Вот достаточно яркая, вот эта яркость, спасибо аниматорам, которые так это красиво все сделали, то есть смотрите, презентуется лексика цвета, при этом высвечивается слово и определенный цвет, при этом еще слово, обозначающее цвет, написано таким же цветом, то есть это настолько много дополнительных опор, что дети невольно запоминают это все, даже если не прикладывают каких-то определенных усилий. в данном случае вы видите также введение структуры через контекст What's your favorite color? Если посмотреть на эту песню, в которой в принципе и слов-то нет What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite? What's your favorite? What's your favorite color? То есть повторив такую песню несколько раз, структура запомнится сама по себе. А вот эти да, она есть в учебнике, естественно, можно поставить диск и послушать эту песенку, наблюдая в учебнике. Но представьте, это большая доска, красивое оформление, высвечивающиеся слова, эти забавные клоуны, все такое большое, движущееся. Это настолько мотивирует детей, что обычно они встают, начинают подпрыгивать, пританцовывать и сами напевать эту песенку. То есть стопроцентная уверенность, что данная структура будет запомниться к концу урока. И таким образом не надо будет ребенку объяснять, что это специальный вопрос, в котором what это вопросительное слово, what это сокращенно what is и так далее. Совсем не обязательно эти долгие объяснения дети и без того смогут употребить what is your favorite color. И meaning тоже понятно. Далее, вот если кто-то знаком с детскими международными экзаменами, flyers, cats, то там есть задание, когда нужно восполнить диалог. Такое задание относится, естественно, к разделу reading. Да, то есть ребенок должен понять вопрос, должен понять реплику, которая должна отвечать на этот вопрос и то есть этот диалог дополнить, восполнить недостающими словами. Однако мы относим такое задание и как обучение говорению, потому что само по себе это вот служит диалогом образцом. Да, и здесь какие-то модели речевого поведения, то есть как называть номер телефона, как вежливо отвечать на вопрос таким образом. Данный диалог можно инсценировать, допустим, можно убрать данные фразы или можно сначала прочитать с фразами, убрать данные фразы, повторить несколько раз, то есть все это проделывается на уроке. Вот данный слайд, это обучающая компьютерная программа пятого класса. Вы видите, что задание усложняется, усложняется прежде всего объемом, и в данном случае здесь нужно не просто вставить пропущенные какие-то реплики, а расставить предложение логической последовательности. дали если мы пропустила один момент вот сейчас как звучит то, что я вам говорила это без звука, то есть смотрите, страничка учебника и каким образом высвечиваются слова. И какие-то действия, которые тоже повышают мотивацию. Если мы говорим о чтении, то прежде всего за то, что, наверное, когда только вышел учебник, за что больше всего нас критиковали как авторов, это, наверное, за холл вэд. То есть вот смотрите, по стандарту дети должны читать вслух, соблюдая нужную интонацию, соблюдая правила чтения, и в то же время они должны понимать основное содержание текстов, отдельных слов и находить нужную информацию. И вот как бы о холл вэд. То есть это настолько вопрос был сложный, пока учителя каким-то образом не попробовали. С одной стороны, да, можно обучать по-разному, можно обучать звукобуквенным соответствием, давать транскрипцию, это отдельный метод, отдельный подход. Холл вэд придуман не нами, как авторами, он давно существует, давно разработан, и как бы британские учебники, которые работают давно в Европе и в России, основаны в основном как раз на этом подходе. То есть психологи говорят о том, что тройное кодирование слова, когда соответствие со зрительным образом, с картинкой, потом транскрипция слова и буквографический образ слова настолько путают сознание ребенка, что еще только усложняют. Ну, то есть как бы с этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться, но если вот, дорогие коллеги, если у вас сейчас есть ручка или карандаш под рукой, очень быстро напишите пожалуйста слово доте. Вот допустим, если бы я сейчас показала вам это слово доте, вы наверняка все бы его моментально прочитали. Прочитали почему? Не потому, что вы знаете, что буква д читается как д, а сочетание а и ю читается как о, а г вообще silent letters, а и а это наверняка это не потому, что вы вспомнили, а потому, что вы узнали это слово, вы его узнали, потому, что многократно видели. Поэтому подробно этот метод описан в книге для учителя, что нужно делать пошагово. И тоже, как бы, я когда-то пришла к пониманию того, что стала развешивать карточки по классу с названием там достопримечательностей, зданий, городе, и то есть поняла, что дети узнают эти слова, узнают лучше, чем в других темах. Именно вот таким образом. И только потом уже на курсах британского совета нашла, что действительно такой метод существует, и теперь как бы активно работаю по нему. То есть даже сейчас, когда детки у меня сейчас были в четвертом классе, как бы предполагается, что они умеют читать, и wet cuts не входят в комплект УМК, каждой теме я им делаю wet cuts, и каждый урок, то есть в уголке я им развешиваю эти слова, которые другие дни недели, когда нет английского, они имеют возможность увидеть многократно. И я уже сказала, что вот этот метод обучения чтения является ведущим, мы комбинируем подход, который звукобуквенные соответствия, которые представлены в виде funny sentences, и то, что называется alphabetic approach, все-таки алфавит тоже представлен, может быть, не на передовых позициях, но тем менее это есть. И поскольку, как я уже говорила, что whole word это основной вот в учебнике очень много возможностей и в рабочей тетради различных упражнений, техник типа matching, обучающая компьютерная программа дает дополнительные возможности опять же, то есть узнать графический образ слова, вот песенка про клоуна, где слова высвечиваются, где они даны другими словами, таким же цветом, где дети видят, слышат, эффект мерцания создает дополнительную зрительную поддержку и вот таких упражнений очень много в обучающей компьютерной программе, то есть когда дети должны кликом мыши нажать на слово и соответствующий цвет. так и сейчас то, как это работает в действии. то есть нажимая на слово, на соответствующую картинку или наоборот, слова исчезают. В некоторых упражнениях это сделано так, что открывается и вот, то есть, если все выбрано правильно, появляется фидбэк. Причем вот эти забавные движущиеся картинки каждый раз меняются и дети ждут, что же будет дальше, очень радуются при этом. И вот таких заданий матч огромное количество обучающих компьютерной программе. В данном случае нужно соединить линейкой, можно пальчиком на интерактивной доске провести слово и соответствующую картинку. И причем интересно это то, что нет элемента привыкания, то есть ребенок если один раз выполнил, запомнил, чисто механически, что первая картинка, там последнее слово или третье слово, когда вы входите в то же самое задание в следующий раз, эти картинки будут располагаться по-другому или будет новый набор картинок и слов. Вот одно очень интересное задание, которое нет возможности представить в учебнике или в рабочей тетради, или не так часто, как хотелось бы, когда дети должны найти соответствующее слово, здесь не очень хорошо видно слова, которые спрятаны вот здесь во всей этой картинке забавной, иногда они написаны с ошибками или наоборот, или добавлены какие-то буквы. Детям предлагается найти слово, которое точно соответствует данному слову здесь. И то есть наряду с навыками, с развитием навыков чтения, узнавания слов в данном случае, это и концентрация внимания. Очень охотно выполняют дети такое задание. Многочисленные wait searching. Да, в учебнике это интересно, но мы можем себе позволить такой один раз в юните, а то и реже, потому что есть много других заданий, которые нужно выполнять. Вот здесь ребенок находит определенное слово, кликнув мышью, причем повторный заход, третий заход, слова будут расположены совершенно по-другому и в самом квадратике, и на экране справа. Вот то, что касается how wait. Естественно, не говорим о том, что это полностью исключает работу с wait cuts и picture cuts, которые учитель делает, которые показывает многократно, то есть все-таки несмотря на то, что мы выполняем с детьми вот такие задания, wait cuts, picture cuts, я показываю на каждом уроке в начале, это как бы дополнительная поддержка. Если ребенок дома выполняет такие упражнения, то есть его сразу видно на следующем уроке, то есть видно, кто играл в мили дома, кто не играл. Далее интересное задание, наверное, новое, уникальное в нашем учебнике, в британских учебниках, есть такое, есть на некоторых сайтах, видела я подобные задания, когда match the shape of the word, слова их, как это назвать, контур, тень, то есть когда ребенок должен найти слово по соответствующему контуру и перетащить туда. То есть это тоже как бы такой психологический момент, когда ребенок слово узнает не только по буквам, не пытаясь прочитать его по буквам, а вот и по форме, по размеру и так далее. И, как я уже говорила, алфа-нетик и проуч тоже представлены учебники, мы учим детей буквами алфавита. Однако, ну, не до фанатизма это дело доходит, и, конечно, иногда резко критикуются это родителями, учителями, которые привыкли работать вот именно так. Обычно, чтобы, скажем так, предсказать вопросы родителей, я прихожу на самое первое собрание во втором классе к детям и прошу самый-самый-самый элементарный такой, скажем, тест или обучающий момент. Если у вас есть с собой ручки или карандашики, то есть я вот научу вас читать на английском языке. Допустим, сегодня я ввожу букву W, напишите эту букву W, это буква W, выучили с детьми, далее на этом же уроке, на следующем неважно, я учу вас буквой H, напишите пожалуйста эту букву. И на каком-то из уроков мы выучили букву O, а теперь напишите эти три буквы вместе W, H, O и прочитайте слово. Нет такого слова в английском языке W, H, O, поэтому знание названия этих букв в данной ситуации нам ничего не дало. Хорошо, мы пойдем другим путем, как сказали. Я объясню знаки транскрипции и напишу, что буква W читается как W, буква H читается как H, а O как O или как L, в зависимости от положения в слове. Читайте слово W, O, W, H, W, как откуда HУ because it is, да, ответим. И таких слов, которые потому что читаются, как говорят иностранцы, пишется Манчестер, читается Ливерпус 70% в английском языке. Поэтому в любом случае их нужно запоминать, да, учим мы, что две буквы «оу» – это «у», и читаем «бук», «лук», «тук», а потом «до», «фло», «благ» и прочие слова. Поэтому «холлвое», он всегда существовал в виде вот этих рамочек исключений, только немножко по-другому сейчас подошли авторы его изучения. Ну, как бы мы отошли от того, и «алфабетик». Да, буквам алфавита мы учим для того, чтобы в дальнейшем дети могли назвать «spell the word», «spell your name» и так далее. В основном для этого в начальной школе часто выезжают дети за границу, должны они уметь назвать по буквам свою фамилию, имя. Далее, в дальнейшем, может быть, не сейчас, они должны будут найти слово в словарике, зная алфавит. Поэтому алфавит мы тоже учим. Поэтому у меня стояло в предыдущем слайде, изучение алфавита начинается. А когда начинается, это зависит, то есть, от авторской концепции. Если, допустим, я работаю с детьми маленькими, 5-6 лет, не в школе, учебники, в которых они учатся узнавать отдельные слова, при этом не зная алфавита совсем, да? Здесь детки старше чуть-чуть, они уже умеют анализировать. И вот в данном, да, в учебнике это просто прописано букву, в основном в рабочей тетради мы учимся называть, там находить слова. Обучающая компьютерная программа, вот в данном слайде, это название буквы и показано графически, как эта буковка пишется. Она увеличивается и показано, как правильно ее писать. А затем детки имеют возможность курсором мышки сами обвести правильно эту букву. Далее, вот здесь обучение... Так, извините. Немножко на этом. Вот это интерактивные плакаты, один из моментов, который обучение алфавиту. Буквы совершают какие-то забавные движения и при этом называют букву. То есть так, как они называются в алфавите. Допустим, не фониксами СИК, а как букву СИ, как она называется в алфавите. Это вот обучающая компьютерная программа. Далее, что касается алфавита, тоже здесь возможности, когда детки соединяют слова в алфавитном порядке. В учебнике, в рабочей тетради не очень часто удаются такие задания. И есть тоже такое интересное задание, которое развивает концентрацию внимания и в то же время способствует усвоению алфавита. Это нахождение букв на вот таком постере, которых не очень, скажем так, сложно найти. Ребенок должен сосредоточиться, сконцентрироваться, чтобы это сделать. Очень хорошо помогает деткам неусидчивым. С большим удовольствием они пытаются эту буквку разыскать. И далее, если мы говорим о более старших детках, пятый класс, то здесь уже более детально, если, допустим, там в четвертом классе понятие транскрипции и некоторые звуки вводятся, скажем так, не очень тщательно и детально, согласно авторской концепции, то пятый класс, когда детки уже умеют читать, узнавать слова, то вводится такое понятие, как транскрипция, поскольку авторы считают, что на более старшем этапе дети могут самостоятельно искать, делать презентации уже и должны знать, как правильно произнести и прочитать это слово вводят понятие транскрипции. На этом этапе работает очень быстро. Прошлогодние мои пятиклассники, буквально все задания, связанные с транскрипцией, в пятом классе, выполнили до конца сразу все. То есть какой-то новый тип задания это был. В компьютерной программе это тоже matching, когда соотнести слово с соответствующей транскрипцией, провести линейки и прочее. И как бы помимо того, что мы обучаем читать слух, узнавать слова, естественно, мы можем не говорить о comprehension. Да, я еще не сказала о фониксах. Фониксы это funny sentences, когда мы находим звукобуквенное соответствие, дети анализируют, глядя на картинку и говорят. В компьютерной программе мы планируем в следующей версии это сделать отдельным блоком. То есть we can read, рубрика, которая есть у нас в учебнике, планируется выйти отдельным блоком we can read, где будут дополнительные задания, возможности, именно связанные с фониксами. И что касается reading comprehension, то есть мы должны учить деток с первых дней не просто читать механических слух, а уметь понимать основное содержание, дальше отвечать на конкретно поставленный вопрос, либо детально понимать. И поэтому нужно объяснить родителям сразу, что не нужно заставлять ребенка каждый текст читать и переводить дословно. Наоборот, покажите, пожалуйста, материалы ЕГЭ, где за 30 минут вот такое количество текстов нужно прочитать. Если они привыкли читать, водить пальчиком и понимать каждое слово, переводить, они когда в жизни не справятся с этим заданием в нужное время. Нужно наоборот учить вот такому беглому просмотрам и чтению, где находить информацию. Они должны уметь делать это. При помощи компьютерной программы это сделать проще. То есть reading comprehension, да, это вот страничка учебника, на страничке учебника дан текст, тексты, которые нужно соотнести с картинкой. Если это задание обозначено в Teach's Book как именно reading for gist, а не reading aloud, не model for speaking, то не нужно, наверное, просить ребенка прочитать его вслух. Если, допустим, кто-то сказал, что там здесь красный, здесь красный, там здесь там большой, здесь большой, по одному какому-то слову, ну как бы я утрирую сейчас, конечно. Может быть, этого достаточно. Каждый может определить по определенным ключевым словам, не зная какие-то другие слова в тексте. То есть четко нужно видеть цель, чему мы учим на этом уроке и чего мы хотим на данном уроке. Вот здесь слайд из обучающей компьютерной программы. Когда мы говорим о comprehension, то есть дети должны прочитать прогноз погоды и разместить символы и значки, обозначающие температуру, на карту. То есть один неправильный выбранный элемент показывает наличие ошибки. Естественно, тексты усложняются, и там в шестом, седьмом классе они становятся больше по объему. И то, что мы говорим о формате ГИА и ЕГЭ, он присутствует с первых моментов, с первых уроков обучения. Это такие задания, как True-False, Multiple Choice, ну и другие типы заданий. В данном случае представлено из шестого класса обучающие. Дрэйт де сэнтенсиэс ту дэ пикчэс, то есть предложения соотносятся картинками. Это материалы из обучающей компьютерной программы шестого класса. Далее. То есть сейчас пока, насколько я знаю, может быть я ошибаюсь, седьмой класс должен вот-вот появиться в продаже. Очень ярко представлены вот именно в компьютерной программе именно какие-то национальные праздники, национальный колорит, разные части России. Вот здесь посмотрите, здесь история, которую читают, и нужно расположить картинки в нужной последовательности. Это comprehension, то, что мы говорим, чтение, понимание смысла. В данном случае вот это именно обучающая компьютерная программа из учебника МИЛИ-3. Здесь дети должны детально понять содержание текста, то есть что где находится. И вот это вот, если есть это задание, это идеально, когда можно потренировать с ребенком именно технику выполнения задания. То есть в интерактивной доске есть такие карандашики, которые, например, мы находим слово dress, дальше, допустим, там on the table, и поэтому берем и перемещаем dress on the table. Можно в данном случае проигнорировать все другие слова, найти именно только что и где нам нужно. Все остальное, предлоги, союзы и так далее, нас не интересуют в данном случае. И не обязательно в данном задании напоминать или объяснять ребенку, что такое the, что такое and, что такое cos и так далее. То есть нашли, допустим, там jacket, дальше on the table или under the sofa. И вместе с детьми мы находим картинку и перемещаем. Если ребенок владеет техниками выполнения заданий, то он будет успешен в дальнейшем. Наверное, заметили, да, что очень часто вот те, кто привык выкручиваться каким-то образом на уроках, парадокс, но это так. Именно выполнять задания вот таким образом, и наоборот, очень примерные девочки, которые все-все-все всегда читают, выписывают, выполняют задания в формате ЕГЭ, к сожалению, с точностью до наоборот. Те, кто привык выкручиваться и находить какие-то вот моменты в текстах, которые вот лишь бы побыстрее, очень часто выполняют задания именно ЕГЭ лучше, чем ЕГЭ добросовестные ученики. Такое вот в моей практике неоднократно встречается. Остается только пожимать плечами, да, и будем надеяться, что у нас все будет так, как надо. Вот данное задание – это тоже comprehension, waiting for just, когда ученики должны выбрать соответствующую картинку. Здесь уже более такой объемный текст и, естественно, более сложная лексика. Далее, то, что я говорила в формате ЕГЭ, True-False Statements. И, ну, то есть это, естественно, это очень кратко, что касается чтения, и то, что, как можно замотивировать, то, что можно сделать при помощи обучающей компьютерной программы. И то, что мы говорим о письменной речи. Естественно, не нужно быть столь амбициозным, чтобы надеяться, что ребенок в начальной школе напишет самостоятельно какое-то письмо, рассказ или прочее. В принципе, и стандарт не предлагает такого вида письма. Письмо должно быть с опорой на образец, и это в начальной школе что-то очень простое, поздравление с праздником, личное письмо. В средней школе включается e-mail, рассказ и так далее, то есть по мере возрастания. И далее, ОМК включает техники работы со словом, далее это закончи предложение или какой-то текст. Четвертый класс, допустим, это запомни электронный дневник или какое-то электронное письмо. В основном задания для письма предложены в рабочей тетради. То есть я уже говорила немножко, начинается обучение с течением письма, извините, с каких-то ортографических навыков. Достаточно сложно, согласитесь, коллеги, идет работа со спеллень. Вот диктанты словами. То есть, ну, естественно, мы должны каким-то образом сделать так, чтобы дети научились писать слова, писать правильно, без многократного повторения этому не научиться. Но в то же время, согласитесь, что вот словарные диктанты, которые ненавидят дети, родители, может быть, конечно, и имеют какой-то успех, но настолько демотивируют детей, что не хотят порой идти на урок и учить английский вообще. В компьютерной программе предложены многочисленные задания, когда нужно расположить буквы по порядку в слове, вставить пропущенные буквы, вставить там C или K в слово. То, чего мы хотим всегда, как бы, много и не имеем физически возможности поместить в рабочую тетрадь. Вот, например, вставить букву. Например, хотела показать одно из таких заданий в обучающей компьютерной программе. Так, что-то... Надеюсь, работает, а то... Вот, допустим, нужно перетащить соответствующие буквы или буквосочетания слова. То есть дети перетаскивают, обычно работая мышкой, не пишет ничего при этом и получают немедленный фидбэк. То есть, чтобы потренироваться, можно несколько раз это выполнить, упражнение, причем каждый новый вход, слова расположены по-другому. Вот, видите, здесь показали, что есть ошибка. Красный цветом выделено. И далее. Это тоже скриншот из обучающей компьютерной программы, когда... Программа, когда деткам дается дополнительная возможность потренироваться в написании или составлении рождественской открытки или открытки днурождению. То есть, вот, смотрите, несколько предложений и две открытки. Нужно перетащить соответствующие предложения. С одной стороны, конечно, мы согласимся, что большее это упражнение на чтение, да, то есть, они должны понять соответствующие предложения. Но в то же время, это формат поздравительной открытки, это фразы, какой-то культурный компонент, который вот позволяет совершенствовать навыки письма в данном случае. Данное задание, это настеллинг, когда в форме игры в гольф детки составляют слово, то есть, ударяя по шарикам нужной последовательности, составляется слово. И опять то же самое положительное, что это immediate feedback. Вот в основном все. То, что я хотела сказать сегодня по навыкам, естественно, можно говорить еще очень многое, можно бесконечно показывать данные слайды и материалы из обучающих компьютерных программ. Мы в данный момент находимся, как бы, в производстве, скажем, компьютерная программа к восьмому классу, это уже с элементами к девятому классу, это уже с элементами подготовки ГИА, планируем, что это будет аудирование, чтение в формате ГИА. ГИА — это различные грамматические упражнения, которые соответствуют данному возрасту, данному уровню. И, как бы, надеемся, что будут успешными, более красочными, мотивирующими и интересными как для учителей, так и для учеников. Спасибо за внимание. В основном все, что я хотела сказать. В общих чертах скажем так. Вы можете задавать свои вопросы. В принципе, могу дать свой мейл, если нужно обращаться. с какими-то вопросами, потому что, я еще раз говорю, я работаю как практикующий учитель. И все вопросы, которые связаны с МИЛИ, вот четвертый год я работаю, я знаю каждое упражнение, каждую строчку, наверное, где какие ошибки, опечатки, как это работает, как можно изменить, что нужно добавить или что сказать в данной ситуации. Поэтому вот на данные вопросы я отвечать не боюсь, не боюсь любых вопросов. Можно задавать вопросы. Уважаемые коллеги, вопросы уже начинают поступать в чате. Давайте мы попробуем на них совместно с Людмилой Геннадьевной ответить. Давайте мы сделаем так. Я начну отвечать, потому что я их все читал очень внимательно. Если я о чем-то не договорю, то тогда Людмила Геннадьевна поправит или скажет лучше, как автор, который лучше всего в этом разбирается. Сразу несколько моментов, которые позвольте прокомментировать. Мы говорили с вами о чтении. Говорили о том, что у нас представляются пары слов. Действительно, одна из особенностей учебника Миле в том, что мы обучаем читать с помощью комбинации двух методов. Метода звукобуквенных соответствий и метода чтения целым словом. И сейчас мы подойдем как раз к ответу на ваш вопрос о введении транскрипции, об использовании. Вот то упражнение, когда на экране перед детьми появляются очень похожие выглядящие слова. Кстати, слова эти все реальные. Они могут отличаться одно от другого, ну буквально в паре букв, но все эти слова реальные, которые есть в словаре, вы их можете найти. Они как раз перекидывают мостик от чтения целым словом, когда ребенок воспринимает весь образ и сразу его понимает, узнает как картинку, к анализу каждой буквы в этом слове и помогает сфокусировать внимание ребенка на том, как слово должно писаться и проанализировать буквы. Был комментарий о том, что некоторые дети забегают вперед и выполняют упражнения в обучающей программе быстрее, чем успевают пройти в учебнике. Но здесь следует, наверное, помнить вот о чем. Дело в том, что обучающая программа это все-таки не игра, хотя многие очень упражнения в игровой форме, так что они детям интересны. И замечательно, что они мотивацию повышают. Но дело в том, что в программе есть один очень важный принцип. Сама база заданий гораздо больше, чем то, что вы видите на экране. То есть, если, например, на экране перед ребенком 4 или 5 предложений должны быть, то в самой базе заданий их как минимум будет 25 и очень часто гораздо больше. То есть упражнения можно запускать по нескольку раз и каждый раз перед вами будет новый порядок предложений на экране. Новые предложения появляться. Это все компьютер выбирает случайным образом, поэтому даже если вы запустите один и тот же диск на соседних компьютерах, например, в каждом компьютере есть по диску, одно и то же упражнение включаете, то у детей упражнения будут выглядеть немного по-разному. Или целиком новые предложения, или частично, и они поменяются местами. Поэтому ничего страшного, если ребенок сделал упражнение дома. Можно снова упражнение в классе запустить, и даже если у вас только один компьютер в классе стоит, все равно вы это упражнение запустили, посадили того ребенка, который забежал вперед и выполнил больше, чем вы его просили и задавали, посадили его за отдельный компьютер, и ему все равно будет интересно и полезно. Следующий момент. В программе действительно есть упражнения, которые рассчитаны на работу фронтальную, а есть упражнения для индивидуальной работы. Конечно же, нет особого смысла выполнять индивидуальные упражнения в классе фронтально, у них совсем другое предназначение. Но если вы обратите внимание на методические рекомендации, которые находятся в файле на каждом диске, и есть специальная ссылка на эти рекомендации, или просто можете диск открыть, и эти рекомендации распечатать, сохранить для себя и так далее, то в рекомендациях подробно написано, для чего предназначено каждое из упражнений, и даются еще и дополнительные варианты использования этих упражнений, причем обозначены все кнопки, обозначены все тексты, все будет написано, что на экране появится, на что нажать и что делать. То есть это довольно удобно для подготовки к уроку. Следующий момент, который я успел выписать, и, конечно, если группа большая, то желательно индивидуальные упражнения давать или на дом, или на дополнительную работу, потому что так будет удобно. Очень важный момент, про который сказали, бывает покупать диски торого. Действительно, торговые организации очень часто берут дополнительные деньги, весьма существенные для того, чтобы диск привезти и продать. Это и транспортные расходы, и так далее. У нас есть для вас выход. Вы можете зайти на главную страницу сайта englishteachers.ru. Вы точно также можете зайти на сайт издательства title.ru, и с этих страниц попасть в интернет-магазин. В интернет-магазине вы сможете купить по отпускной цене диски. Мало того, что по отпускной цене сейчас идет акция до конца декабря. Издательство титул берет на себя еще и расходы по пересылке. Поэтому вы можете зайти на интернет-магазин, посмотреть, выбрать нужный для вас диск или учебник, или любой компонент УМК, и посмотреть, сколько он будет стоить, и удобно ли вам, более ли это выгодно, чем купить в магазине. И теперь маленький комментарий про транскрипцию, и передам слово Людмиле Геннадьевне, потому что важнее гораздо послушать автора. Действительно, учитель имеет право вносить свои изменения в то, как вы преподаете, как по учебнику работаете, брать дополнительные материалы и так далее. На мой взгляд, одним из способов введения транскрипции, если вы считаете правильным и нужным ее вводить, а это право учителя, может быть следующее. Когда вы выполняете упражнение на чтение, на обучение звукобуквенным соответствием, вот та самая рубрика, небольшая, Look and Read, когда мы вводим как раз буквы и показываем, какие звуки они обозначают, как они читаются, я думаю, что никто не мешает вам на доске при этом написать транскрипционный знак, и когда дети записывают букву в тетрадь, вы вполне можете записать там же рядом транскрипционный знак и проследить, чтобы дети посмотрели. действительно в пятом классе очень широко, очень подробно отрабатывается транскрипция, но как уже писали многие коллеги, для того, что никто не мешает эту транскрипцию ввести, это может стать удобным выходом. Ну что ж, я постарался прокомментировать то, что видел, я посмотрю то, что вы писали в комментариях, постараюсь еще что-то прокомментировать, ответить, а пока слово Людмиле Геннадьевне. Так, если меня слышно, я не знаю, коллеги, слышны меня сейчас или нет, скажите, пожалуйста, используются ли песенки как средство обучения ваших обучающих компьютерных программах? Да, конечно. Все песни, которые есть в МК, они есть на обучающей компьютерной программе, но они идут как караоке, то есть они на большом экране и при этом совершаются какие-то движения. Допустим, песня про бабочек очень популярная, там и бабочки такими цветами, которые, про которых поют, машут крылышками и при этом слова разным цветом показываются, да, песни, и причем они идут гораздо интереснее, чем в учебнике, вот мне нравится, что детки очень сосредоточены, когда они их слушают. Вот, и при этом даже те, кто не попадает в слова, когда мы поем по учебнику, видя слово, которое выделяется на экране, поют вот четко под музыку. Это мне очень нравится. Я, когда мне присылают тестировать вот эти компьютерные программы, я сижу дома, естественно, это ночь уже, после там всего рабочего дня, одеваю наушники, а я как бы певец тоже тот еще, я надеваю наушники, начинаю петь, домашних привожу в полный восторг, при этом тут давно смеются, и как бы дома тоже, когда я говорю, у меня мужа спрашивают, чем жена занимается, говорит, то картинки какие-то раскрашивает, там поет, рисует, компьютерные игры, играет, представляете, какая у меня жизнь весела. А когда у нас дома появился зять, тоже он настолько вот умирался тому, что я делаю, буквально месяц прошел, и уже вырезая какие-то картинки, у меня дочка тоже преподает на английский, он сидит и поет, ног, ног, три-ко-три-тху. Вот такая у нас с вами интересная работа, некогда стареть, некогда скучать, поем, играем, веселимся, раскрашиваем, поэтому рабочая программа к учебнику мира планируется. Может быть я не заметила все вопросы. Попробую ответить. Если кому-то нужны конкретные советы, допустим, так, сейчас я не могу написать здесь электронный адрес свой. Если хотите, запишите. Это карповка собака mail.ru. Кей первая, кей последняя. Карпов, потом буква кей, собака mail.ru. Людмила Карпова. Я очень много отвечаю на вопросы, поскольку я езжу с семинарами по России, мне очень часто присылают письма с какими-то очень конкретными вопросами по конкретным ситуациям, вот по конкретным урокам. Могу, кстати, я написать вот здесь в чате адрес свой. Вот он мой электронный адрес. Если кого-то заинтересуют конкретные вопросы, только, пожалуйста, пишите, что, допустим, там преподаватель английского языка, чтобы случайно это письмо не попало в спам. То есть я отвечаю именно вот как учитель работающий, не просто писатель фантаста, а как работающий учитель по данным планкам. Ну, естественно, как бы люди разные, к каждому подходит свое. И, как мне говорят, когда я говорю про милю, я иногда бываю и излишне эмоционально. Ну, наверное, вот это мое. То, что я искала когда-то, то, что я к чему-то когда-то стремилась и пыталась делать на уроках, теперь вот я именно так. Вот, поэтому компьютерные программы, это, конечно, это очень здорово. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. И я прошу прощения тем, кому вы заставили ночью работать сегодня. И отрываем от семьи какой-нибудь программы для старшеклассников. Для старшеклассников, я надеюсь, мы тоже когда-нибудь дойдем до старшеклассников. И восьмой-девятый планируем в ближайшее время. Работа для старшеклассников, но зависит от того, по какому ОМК вы работаете. Лучше всего, конечно, идеальный вариант подбирать обучающую компьютерную программу именно к этому ОМК. Чтобы было полное совпадение методов, техник, которые представлены в учебнике. И именно подход, который в учебнике. Очень непривычно мне сегодня, когда я не вижу аудиторию, а вижу себя настолько непривычно. И, к сожалению, можно попасть на семинары. На самом деле, семинары проводятся в регионах. Они абсолютно бесплатны для участников. Более того, они не просто бесплатны для участников. Участники получают еще пакеты с подарками и с раздаточными материалами. Которые можно потом использовать и в работе, и на заседаниях методических объединений и так далее. Мы стараемся объявления о предстоящих семинарах публиковать на сайте englishteachers.ru. Например, во вторник и в среду на следующей неделе, это 27-28 число, я буду проводить семинар в Красноярске. В декабре будет семинар в Тамбове и в Томске и так далее. И у нас проводятся авторские семинары. То есть у вас есть возможность пообщаться, задать вопросы лично и получить консультации. Точно так же, как мы стараемся отвечать на вопросы на сайте englishteachers.ru. И будем стараться и дальше отвечать. Поэтому приходите, участвуйте. Ну и плюс программа вебинаров, она у нас стала уже прочной, широкой. Раз в неделю у нас проходит вебинар. Поэтому несколько вебинаров каждый месяц. Огромный низкий поклон Людмиле Геннадьевне за то, что она в свободное время от работы нашла это время. И нашла силы и возможность выступить. Прошла через все технические испытания. Когда мы технику проверяли, все ли у нас сработает и так далее. Был еще один вопрос о том, как можно использовать мультимедиа и обучающие компьютерные программы в старших классах. Я попробую очень коротко ответить. Возможно, пригодится. Особенно для самостоятельной работы. К учебникам Nina Lennon English, точно так же, как к учебникам Enjoy English и к учебникам happyenglish.ru, компания образовательной компьютерной технологии выпустила диски, которые называются электронные приложения к учебникам. Чем эти диски, чем электронные приложения отличаются от обучающей компьютерной программы? Если обучающая компьютерная программа это очень мощная, широкая разработка, в которую вложены гигантские методические силы и так далее, то электронное приложение проще. Оно содержит в себе материалы для проектных работ. И вот здесь как раз может включаться индивидуальная работа старшеклассников. Она содержит в себе англо-русский словарь. Это приложение содержит в себе также контрольные работы по юнитные, дополнительные, которые вы можете сделать с вашими учениками. И в электронное приложение входят аудиозапись к учебнику и скрипты этой аудиозаписи, которые вы, впрочем, можете не только посмотреть на экране, но и при желании распечатать и использовать в бумажном виде. Как может быть организована работа старшеклассников индивидуально с использованием мультимедийных средств, обучающих компьютерных программ? Во-первых, с помощью использования индивидуальных упражнений, упражнений, предназначенных индивидуальной работы, с помощью работы над проектными работами и использования материалов, которые вложены в электронные приложения, а также с помощью просто подкрепления. Вы можете разнообразить с помощью обучающих компьютерных программ упражнения, которые дети могли бы выполнять индивидуально. Обратите также внимание, что в обучающей компьютерной программе, например, к учебнику Enjoy English для 9 класса, есть упражнения для подготовки Ге и ЕГЭ, а их тоже можно выполнять индивидуально, в том числе и работая с учебниками из других линий. Планируется ли семинар в Ростове-на-Дону? Да, в Ростове-на-Дону будет семинар в ближайшее время. Клара Исакуна Кауфман приезжает, будет авторский семинар как раз тоже, кстати, на следующей неделе. Я в воскресенье ночью улетаю в Красноярск, Клара Исакуна отправляется в Ростов. Ждем вас в Уфе. Уфу мы очень нежно любим, в Уфе были, в июне проводился семинар. Будем стараться организовывать семинары и далее. Ждем вас в Ямал-Ненецком автономном округе. К этому округу мы также питаем, а вообще мы любим всю Россию на самом деле. Я в Сургуте бывал много раз, весной была в Сургуте Клара Исакуна Кауфман, и будем работать и дальше. Планируются ли конкурсы для учащихся на сайте? Уважаемые коллеги, мы думаем над тем, какой конкурс для учащихся можно было бы провести, чтобы этот конкурс был интересным, значимым. И самое главное, чтобы работы учащихся были интересны не только самим учащимся вашей школы, но также учащимся из других регионов России. Я буду очень благодарен, если вы идеи для конкурса, подобного конкурса учащихся будете. Призы, кстати, у нас уже готовы. Теперь надо сформулировать идею четко конкурса, и мы будем готовы его провести. Поэтому, коллеги, если у вас есть идеи для конкурсов учащихся, присылайте их, пожалуйста, нам на адрес connect.englishsteaches.au, то есть тот самый адрес, по которому вы регистрирулись на вебинар. Обязательно конкурс организуем. Главное нам сделать правильно. Планируются ли семинары в Мордовии? До января 2012 года пока семинары не планируются. На следующем полугодии график составляется. Будем думать, а как же Ярославль? Коллеги, обещаю, что будут семинары и в Ярославле. По New Line and English работала с седьмым классом. Очень понравился ОМК. Действительно, ОМК очень яркий, необычный, и он интересен именно тем, что там используются передовые методические приемы и технологии. Это и подход к введению лексики и грамматики. Когда дети сами знакомятся в контексте, выводят правила, проверяют свои знания по грамматическому справочнику. И самое главное, эти ОМК отличаются очень большой открытостью к ученику. У меня очень планомерная реализация личностно-ориентированного подхода. Хотя это же работает и в других учебниках, которые выпускает издательство TITL. И New Line and English очень хорошо позволяет научить детей высказывать свое мнение, развить критическое мышление, научить переводу как виду речевой деятельности и, в общем-то, научиться спокойно общаться по-английски. В Тулу приедете, я тоже из Тула два года подряд участвовал в таких семинарах. Так, коллеги, пока планы составляются, но от года осталось у нас уже очень мало. Родители требуют транскрипцию во втором классе. Вопросы транскрипции действительно часто встречаются. Коллеги, я советую делать так. Если вам удобно вводить транскрипцию, то вы ее вполне можете вводить. Как ее методически гранатно ввести? Вот именно с помощью рубрики Look and Read. Когда дети через стихотворение, через рифмовку выучивают новую букву и то, какой звук она обозначает, вы вполне можете ввести транскрипцию. Другое дело, что не всегда, наверное, стоит прислушиваться к каждому требованию родителей, потому что очень часто требования родителей основаны вот на чем. Родители говорят, а нас учили вот так, а почему вы учите по-другому? Но дело в том, что, во-первых, родители это учили по-другому учебнику. Вы знаете, мне иногда родители говорят, когда я встречаюсь с родителями своих учеников, они говорят, вот меня учили по-другому, почему вы сейчас учите не так? Я, как правило, отвечаю от вопросов на вопрос. Я говорю, ну и как, вы хорошо сейчас по-английски говорите? И вы знаете, очень часто следующие вопросы снимаются, потому что родители просто не всегда бывают готовы доверять учителю, а учитель – специалист. Чаще родители транслитерацию просят. А вот насчет транслитерации, коллеги, я бы очень вас попросил бы предложить родителям этого не делать. Беда вот в чем. Родители действительно иногда пытаются писать английские слова русскими буквами. Но смысл в том, что по-английски это произношение совсем другое, и английский звук «т» – это совсем не то же самое, что русский звук «т». Я уже не говорю про передачу гласных и особенно дифтонгов. Если мы будем пытаться записать английские слова русскими буквами, то, к сожалению, мы их читать точно так же будем. А беда в том, что у ребенка фономатический слух очень четко связан с тем, как ребенок умеет читать. С одной стороны, получается заколдованный круг. Чем лучше мы читаем, тем лучше мы слышим. И наоборот, чем лучше мы слышим, тем лучше мы читаем. И если мы не научимся читать правильно по-английски, то, к сожалению, и произносить четко не научимся, и на слух воспринимать не научимся. Поэтому с точки зрения ряда видных методистов, с точки зрения ряда исследований, транслитерация – это далеко не самый удачный прием. Наверное, все-таки стоит опираться на звукобуквенное соответствие, на чтение целым словом и на тот же самый ввод транскрипции. У Бибалета в учебнике для второго класса нет транскрипции, а как же вводить слова? Уважаемые коллеги, вы можете посмотреть видеозапись вебинара Мирея Забатовна Бибалетова, который Мирея Забатовна проводила в феврале. Через неделю, в следующую среду, будет выступать, будет проводить вебинар Наталья Николаевна Турбанева. Она не только руководитель команды разработчиков ГИА, но она является автором курса Enjoy English. Более того, я вам по секрету скажу, Мирея Забатовна Бибалетова согласилась провести вебинар. Она выкроила время в очень-очень занятом графике. Она согласилась провести вебинар в декабре. Будем стараться его организовать. Надо технически это все наладить, потому что вещание планируется пока прямо из самой Российской Академии Образования. Я думаю, что эти вопросы вы сможете адресовать авторам. Я думаю, что это будет интересно. А пока, уважаемые коллеги, я хотел бы еще раз поблагодарить Людмилу Геннадьевну Карпову, потому что вы сейчас посмотрели на очень интересный аспект, на то, как можно ИКТ, как можно обучающие компьютерные программы к учебникам Милл и 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 Милл используют для развития всех видов речевой деятельности. Это действительно самый лучший комплимент, то, что вы сейчас пишете. Спасибо, очень полезно. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое. Сейчас я вам дам ссылку, по которой вы сможете скачать сертификат участника вебинара. Если по какой-либо причине у вас сертификат не скачался, поэтому вы можете прямо сейчас проверить, напишите нам на адрес connect.englishteaches.au. Мы вам сертификат вышлем по электронной почте. В этот сертификат вы сами можете вписать ваше фамилию, имя и отчество. Мы не стали вписывать, потому что многие регистрирулись, не указывая полные данные. И более того, всегда есть риск ошибиться. Кто-то пишет, например, Наталья, у кого-то им пишется Наталья, так что, думаю, сможете вписать это все самостоятельно. Еще раз большое спасибо всем участникам и, самое главное, Людмиле Геннадьевне Карповой. Вы можете задавать вопросы автору, можете задавать вопросы на форуме, будем стараться ответить. И будем планировать новые вебинары и заранее сообщать график вебинаров для участия.